В Черлакском районе Омской области эвакуируют целый поселок. Населенный пункт под названием Затон уже превратился в настоящий остров. В каких условиях находятся люди и почему никто из местных жителей не захотел переезжать в пункт временного размещения, расскажет Александр Руяткин. Сейчас почти весь поселок Затон ушел под воду. На небольших островках местные жители спасают бытовую технику и автомобили. Топить район начало две недели назад. Сразу же развернули оперативные штабы, палаточный лагерь спасателей. В этом палаточном лагере МЧС постоянно находится 34 специалиста, в том числе сотрудников полиции и районная администрация. Они оказывают всю необходимую помощь местному населению, обеспечивают продуктами питания, питьевой водой. Если требуется медицинская помощь, то сюда на лодке из Черлака доставляют необходимых специалистов, потому что в некоторых домах находятся маленькие дети и медицинская помощь жителям требуется очень часто. Этой весной 19 из 75 жителей Затона сами переехали к родственникам. Желающих перебраться в пункт временного размещения не нашлось. Паромное сообщение не прерывали. Судно курсирует каждые два часа. Людей возят бесплатно. За перевозку автомобиля придется заплатить около 400 рублей. Практически у каждого в поселке есть лодки. На них люди плавают даже в магазин за хлебом. Большинство местных жителей и рады бы уехать отсюда навсегда, но не могут. А вы сами как-то обращались к просьбе переселить? Мы куда только не писали. До Москвы уже писали. От постоянных подтоплений гниют стены деревянных зданий, проваливаются фундаменты. Треть домов уже включили в программу по расселению из аварийного жилья. Но это не решает проблему. Резервного жилищного фонда у районных властей нет. Людей просто некуда переселять. На эту тему местные чиновники говорят неохотно. В 2016 году было проведено обследование границ подтопления. Выделялись денежные средства на это. То есть установлены границы подтопления жиломассива Затон. Эти документы с границами подтопления, они внесены в Росреестр. Дальше больше я ничего не могу пояснить. Видите, работа такая была проведена, а дальше уже как это будет двигаться. Но это, понимаете, не муниципальный уровень. Местные жители понимают, перспектив у поселка нет. Недвижимость продать нереально, да и предложений нет. Ежегодно подтопляемые участки никому не интересны. Купить жилье в районном центре затонцам не по карману. Большинство из них безработные или пенсионеры. Пока жители Затона могут рассчитывать лишь на денежную компенсацию в несколько тысяч рублей. Некоторые используют ее как возможность заработать. В домах хозяева появляются лишь во время наводнения, а получив деньги, вновь исчезают. Александр Руяткин, Павел Ходынский. Новости здесь Омск.